Акушерка положит новорожденного вам на живот, и ребенок успокоится в ласковых маминых руках. Ой, привет, привет. Классный открыл. Вот вы наконец и встретились. Вас охватывает необыкновенное чувство легкости и любви к вашему долгожданному малышу. Это были прекрасные 40 недель. Вы пережили много счастливых моментов, пока готовились к рождению вашего крохи. Но самое большое счастье вас ждет впереди. Первая улыбка, первый зуб, первое слово «Мама». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я Белухина Вера Геннадьевна, мама ребенка-инвалиды, член Совета родителей при Министерстве соцзащиты и депутат Камышинской городской думы. Я родила ребенка в нашем Камышинском роддоме в 2003 году. Моему сыну скоро будет 11 лет. Я достаточно уже много рассказывала про своего ребенка везде, и в газетах, и все знают мою историю. Я до сих пор с содроганием вспоминаю все эти моменты детства моего ребенка. То, что произошло с нами в роддоме, и в седьмой больнице, и в областной больнице, как нас отправили умирать. Когда ребенку было 3 месяца, нам отказали в операции, и прямо с такими словами, с такой формулировкой отправили домой умирать. Прошло почти 10 лет, и я не могу спокойно реагировать на вот эти истории. Страшные истории с нашими детьми продолжаются, и это очень страшно, потому что на дворе 21 век, медицина идет вперед, а в нашем регионе, в нашей Волгоградской области все замерло, замерло и идет откат назад. Сегодня, 23 сентября 2014 года, мы, участники видеосообщения, собрались в Камышинском отделении Всероссийской организации движения в защиту детства, чтобы обратиться напрямую к губернатору Волгоградской области, к правительству Волгоградской области и к министру здравоохранения. На протяжении многих лет у нас не решаются одни и те же вопросы. В больнице катастрофически не хватает врачей. Нам не выдаются квоты на лечение и на спасение жизни наших малышей. Но сегодня мы хотим заострить особое внимание на врачебной этике, особенно врачей детских больниц и роддома. Я Доронина Светлана, многодетная мама и мама ребенка-инвалида. У меня малыш болен с рождения. Столкнувшись с непониманием и грубостью врачей в очередной раз, я решила больше не молчать. Съездив к Изотовой, ведущему специалисту-неврологу, в детскую областную больницу города Волгограда, я столкнулась с... Ну, на мой взгляд, это оскорбительные вещи, которые прозвучали в мой адрес, в адрес моего ребенка. Врач, главный невролог Волгоградской области, позволял себе на протяжении 15 минут говорить, что мой малыш просто овощ, просто растение, что мне не нужно тратить на него больше никакие деньги, что, может быть, и не нужен мне вовсе этот препарат, потому что у нас судороги не продолжаются. В общем, в такие моменты, как я считаю, что нужна мама моральная поддержка. Ну, нужно звать, чтобы беседовали с нами психологи, разговаривали, как-то поддерживали. Рожала я в 13-м году в Камышинском роддоме. Принимала врач у меня Пепеляева и Вострикова. По всем показаниям меня надо было кисарить, но этого никто не сделал. Просто, в прямом смысле, рожденный комочек синего цвета мне кинули на живот и сказали, смотри, что ты родила. Я повторюсь еще раз, смотри, что ты родила. Никого. Я считаю, что врач так не должен говорить. Я просто так, я себя не чувствовала ни разу, так униженно, оскорбленно, такой холод. У меня никогда такого не было. Но, как оказалось, это просто было только начало. Когда нам надо было ехать с малышом в областную больницу, у нас был диагноз врожденный порог сердца на тот момент нам поставили. Мне сказали ждать неделю или две скорой помощи, чтобы вести ребенка. Мы решили с мужем не ждать и повезти малыша своим ходом на своей машине под присмотр медсестры. А если бы что-то случилось, если бы у него была остановка сердца, медсестра разве помогла бы нам в этой поездке? В Волгограде я, в областной Волгоградской больнице, я столкнулась с полнейшим непрофессионализмом волгоградских медиков. На протяжении полутора месяца нам не могли поставить правильный диагноз. Нас лечили от несуществующего сепсиса, когда у нас гидроцефалия дальше убивала мозг. Никто даже не соизволил как-то позвать нейрохирурга, хотя у меня в выписке написано, что он нас наблюдал. Головка малыша продолжала расти на протяжении полутора месяца. Головка малыша продолжала расти в неделю на 2 см. Меня врач спрашивала, ну это же нормально, откуда я могу знать, это нормально или нет. Как я поняла дальше, это ненормально. Врачи с 40-летним стажем не могли понять, что же с нами такое. Методом научного тыка нам сделали заключение, что это был сепсис. Выписав нас, не поднаблюдав даже за нами, через 3 дня я просто дома не узнала малыша вообще. То есть у нас начала разрываться голова, в прямом смысле этого слова, на части. Благодаря Чебетарёвой Елене Ивановне, местному неврологу, мы поехали за свой счёт в Питер. К нейрохирургу Крюкову Евгению Юрьевичу. Мы вынуждены были просить деньги у простых людей, у простых мам и пап, чтобы спасти нашего малыша. Когда мы обратились в детскую поликлинику за квотой, чтобы нам помогли в финансировании, ну, чтобы выбить эту квоту, нам сказали, что повезли ребёнка за свой счёт, вот и лечите его сами и платите сами. Моего малыша спасли, но которые 3 месяца мы наблюдались в Волгоградской области, они очень много повлияли на жизнь моего малыша. Может быть, он был бы инвалидом, но не в такой степени. Блин, я не могу. Блин, я не могу. Бороться за жизнь своего малыша. Но сколько мы не ездили здесь, в Волгоградскую больницу, мне везде говорят, что мой малыш безнадёжен. Я его никогда не поставлю на ноги. Что ничего не будет. Это просто котёнок, которого нужно подмывать и кормить. Я считаю, что не должен так врач вести себя. Врачебная этика должна присутствовать. Да, правда, она нужна, но не в таком виде, который нам преподают. Нужно давать родителям надежду на то, чтобы воспитывать и дальше идти с этой проблемой, с этой страшной болезнью дальше. А не обрубать всё на корню. Помимо этого, нам просто не дают выезжать никуда за область. Какой-то замкнутый круг. Чтобы выбить лекарства, нам нужно столкнуться с медиками, которые говорят про наших малышей не весь что. Я не знаю, о чём говорить сегодня. Вернусь к Изотовой. Когда я была там, а стояла в кабинете, когда Изотова Елена Петровна зашла в кабинет, её другой невролог, врач, не знаю, кто это по фамилии, спросила. Ну что, их отправили в Москву. Изотова произнесла такие вещи при мне, не стыдясь, не стесняясь, что какой отправили, я сделала всё, чтобы не выпустить их с Волгоградской области. То есть это какая-то мама, как и я, попросила выпустить из Волгоградской области в Москву на обследование, или в Питер, или в какой-то другой город, чтобы обследовать своего ребёнка. Мы имеем на это полное право. Мы, граждане России, можем лечиться по полюсу, как нам говорят, везде в России бесплатно. Но нас никуда не выпускают, нам не дают направления. Что значит, с наших детей сначала сделали инвалидов, потом не дают добро выехать за пределы Волгоградской области. Чтобы получить лекарства, нужно писать, как мне, две статьи в газеты. Хочу сказать то, что не все врачи Волгоградской области, так и есть и хорошие, и отзывчивые врачи. Отдельное спасибо хочу сказать Чебетарёву Елене Ивановне. На протяжении всего времени она нас поддерживает, нашу семью, и помогает нам. И нашему педиатру, Красиво Сергею Львовичу. Я мама ребёнка-инвалида Комарова Валерьевна. Я родила ребёнка 1 ноября 2013 года. Мой ребёнок родился в преждевременных стремительных родах. По-моему, я считаю, что роды приняли у меня неправильно. Меня обязаны были прокисорить. Мой малыш шёл ножками. Его в утробе перевернули за голову. Тем самым мы получили инсульт самой сложной тяжести. На фоне этого у нас развилась гидроцефалия. Вызвали для нас с Волгограда нейрохирургов, которые провели нам две операции. Операции были абсолютно неправильны. То, что они сделали, нам ничего не помогло. Они неправильно вставили этот шунтик, который вообще, они эту трубочку спустили в мозг. Тем самым у нас умрло 25% мозга. Мне пришлось также собирать деньги по городу, по области. Крик о помощи мы кидали. Собирали деньги, чтобы поехать лечить ребёнка в Санкт-Петербург. Нас приняли в Санкт-Петербурге. Мы перенесли уже 6 операций на голову. И сейчас, опять же, да, за свой счёт мы делаем реабилитации. Я поставлю своего ребёнка на ноги. Но хочу заметить в том, что отношения у нас к мамам ужасные. Таких детей и мам почему-то гнобят. Считают, что это не дети, а они что ли другие какие-то. Когда сын родился, сказали то, что он у тебя не жилец. Лучше бы эти дорогущие уколы, чтобы раскрыть лёгкие, на которые мы стоим 25 тысяч, мы сделали вам три укола. Они бы пригодились более нужным детям, у которых больше шансов выжить. Ваш ребёнок не выживет вообще. То есть, когда после двух операций, которые нам сделали здесь, неправильные, нас отправили в Волгоград, в седьмую больницу, где нас наблюдал нейрохирург Поляков. Мы пролежали там 9 дней, и нам сказали, что у вас всё хорошо, езжайте, набирайте вес. И через две недели у нас дома поднялась температура, начала расти голова, так же, как у Светланы, у ребёночка. За неделю мы вырастала голова на 2 сантиметра, швы головой разошлись. Мы приехали в Петербург уже в тяжелейшем состоянии. И по поводу лекарств, которые нам выписывают врачи, и которые мы должны получать бесплатно по соцпакету, какие нужны мне лекарства, мне говорят, что такие лекарства не входят в перечень, в список. И поэтому, ну, единственное, что они заменили другим. Я хочу, чтобы приняли меры, поэтому мы и создали это обращение, чтобы больше в нашем, ни роддоме, ни в наших больницах не рождались детишки. Слишком много стало детей-инвалидов, даже взять наш маленький город Камышин. Вообще, я хочу, чтобы поставили видеокамеры в роддоме. Я мама, ребёнок-инвалида Орловы Ксении Александровны. Моя дочка родилась в Камышинском роддоме 2,5 года назад. У моей дочки была гипоксия плода, причём в хронической форме. У меня во второй половине беременности развился гистоз. Но ни один врач не увидел этого. Мой ребёнок родился с тяжелейшей асфиксией, что сейчас является причиной с ДЦП, эпилепсией. У нас микроцефалия, у нас практически умер мозг. Все врачи говорят о том, что, естественно, виновата мать. Они на себя никакую ответственность не берут. Хотела бы ещё сказать о том, что у нас в тяжелейшей форме проходят эпиприступы, и эти приступы у нас не снимаются. Нами в Камышине эпилептологи не занимаются. У нас как такового эпилептолога вообще в Камышине нет. Все мамы Камышина и Волгоградской области приезжают в город Волгоград к эпилептологу, к одному-единственному. Он платный. Этот врач принимает строго по записи. К нему проблемно попасть. У некоторых даже нет машин, которые могут доехать до этого Волгограда к этому врачу. Приходится брать кредиты, ввести детей за консультации, за той консультацией, которая необходима ребёнку, как воздух. Этот врач выписывает препараты, причём довольно-таки серьёзные препараты. Эти препараты опять приходится же добиваться. В январе месяце 2014 года у нас произошла очень неприятная ситуация. Я, как мама ребёнка-инвалида, пошла в детскую поликлинику за препаратом КЕПРА, левитерицитам. В чём мне было отказано? Врач ссылалась на то, что в бюджете Волгоградской области на начало 2014 года не заложены деньги. Мне пришлось обратиться в прокуратуру, а последующую в суд. Врача, который отказал нам выдачи лекарств, оштрафовали по статье 4.1 Волгоградской области. Сейчас, на данный момент, мы слышали, что эту статью убрали. Мы, практически все мамы, против того, чтобы эту статью убирали, потому что мы хотим, чтобы хотя бы кто-то нес ответственность за то, что лишают наших детей жизненно необходимыми препаратами, что они подставляют угрозу, оставляют наших детей в угрозе, в опасности без этих препаратов, потому что без этих препаратов дети не могут жить. Если даже какую-то маленькую дозу неправильно дашь, у ребенка могут начаться сильнейшие приступы. Уважаемое правительство Волгоградской области, я лично хочу вас попросить, пожалуйста, возьмите на свой контроль, во-первых, обеспечение лекарствами наших детей, потому что у нас очень сложная ситуация. И, конечно же, возьмите на контроль детей инвалидов, те, которые остались совершенно никому не нужными. Ну, Валерия, у меня, конечно, история не такая ужасающая, но, опять же, хотелось бы обратить внимание на компетенцию, может быть, обращение врачей в роддоме. Я рожала 3 февраля 2014 года, роды у меня были вторые, плод был крупный, еще поставлен изначально в поликлинике. Приехала я, меня приняли, подняли в родзал, посмотрели, прокололи пузырь и оставили в палате. Врач, который должен был принимать роды после часа КТГ, я все-таки добилась, чтобы ко мне пришли, она сказала, что еще тебе часа 2, вставай, ходи, 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 и все ушли. Ни санитаров, ни медсестер, ни врачей, никого нет. Я каким-то чудесным образом встав очередной раз, попытавшись ходить, заметила, что у меня уже просто выходит голова. Я легла и начала звать, потому что я слышала, что в коридоре кто-то есть, на что я услышала сейчас «подожди». После того, как я уже родила голову, я начала кричать, что уже ребенок вышел. Я испугалась, что я его задушу. Я услышала просто, что стул отодвинулся, не спеша, человек пошел за врачом. Ну, я уже поняла, что времени терять не надо, и просто родила сама на кровати. После чего влетела акушерочка со словами опять же «подожди, подожди, я бегу». Но ребенок уже родился, уже кричал благополучно, и я даже не знаю, может быть, это и хорошо, что врачи не было рядом. Я родила так безболезненно, грубо говоря, потому что рядом со мной рожали девочки. У одной ребеночка еле откачали, и у другой тоже были проблемы. Но как так можно в наше время? Столько врачей в больнице. Мы едем в больницу, чтобы получить помощь под наблюдением врача, чтобы было все нормально с ребенком. И такое попустительство оставить просто одного человека. Да ладно, одного человека. Я звала, я несколько раз звала. Мне сказали просто «подожди». Я просто не понимаю, как так можно относиться к детям, к роженицам. Видишь, я ошиблась. Ну, бывает такое, мы ошибаемся. Я поразилась просто тому, я ошиблась. А если бы из-за этой ошибки я просто задушила ребенка своего? А если бы я не додумалась просто, извиняюсь, присмотреться, прислушаться? А если бы он у меня упал? Там керамический пол. Она мне сказала «не садись, не ложись, ходи, тебе будет легче». Ну вот, у меня аж мурашки по коже, что могло бы быть? А если бы он у меня выпал? А если бы я его задушила? Потому что плод крупный. Я не понимаю. Она мне сказала «часа два еще, ходи часа два». Потом приду, попробуем потужиться. Попробовали. Она ушла, минут через 20 он у меня уже родился. Она ушла в начале 4, в 3.35 я уже родила. А сейчас у тебя нормально? Да, у меня все прекрасно. Ребенок 4.230. Замечательно, что этих врачей не было. Может быть, это и хорошо. Но меня еще поразило то, что когда она меня посмотрела, отходила, говорит, ничего тут такого нет. Это у нее восприятие такое, типа я паникершей никогда не была паникершей. А если бы действительно там была паникерша, а если бы была первородящая девочка, что бы было? Я Друдской Юля, многодетная мама. И мама ребенка-инвалида. Я рожала в 2002 году. Послушав девочек, я поняла только то, что ничего не изменилось с тех пор. Когда меня привезли в роддом, как оказалось в старый, мне сообщили о том, что они собираются переехать в новый. И что я приехала не к месту. В общем, врач посмотрела и сказала, что как бы еще рожать мне рано. Пока полежи, мы сейчас соберемся, переедем туда, потом тебя заберем. Ну, они переехали, пришла за мной медсестра, собрала мои пакеты, взяла меня. И мы пошли пешком со старого роддома до нового роддома. Естественно, у меня были сильные схватки. Идти я не могла самостоятельно кое-как. И очередная пришла схватка, и я, естественно, от боли села. Ну, на асфальте. Проходили люди, смотрели на меня. Меня, естественно, никто ни о чем не понимал, пока не закричали охранники, что у вас там роженица рожает. Медсестра повернулась, говорит, а что ты расселась, давай пошли быстрее. Я, естественно, кое-как собралась. Мы дошли до рудзала. Врач в очередной раз посмотрела. Говорит, еще рано. У меня были очень сильные схватки и боли. Естественно, я кричала. Им это все надоело слушать. Они пришли, укололи мне баралгин обезболивающий. Естественно, я уснула. Врач дала акушеркам наказ, чтобы они смотрели за мной. Но, естественно, этого не произошло. Акушерки сидели заниматься своими делами, какими-то бумагами. И когда врач в очередной раз зашла, она не смогла меня разбудить. И когда она меня разбудила, она, естественно, спросила, говорит, почему она у вас спит. А если бы она начала рожать, я же вам сказала, вы когда уколите, вы должны смотреть. Ну, акушерка говорит, ну, у нас там были кое-какие дела, мы доделывали их. Ну, естественно, потом врач опять ушла в другой соседний родзал. Ну, я так и осталась в родзале. Акушерки уже чаще ходили, смотрели. Потом выяснили, когда поставили КТГ, что сердцебиение у ребенка пропало. Что надо в срочном порядке делать родоразрешение. Естественно, силы у меня уже рожать не было, потому что прошло с тех пор 12 часов. И они уже мне выдавливали ребенка. И в итоге выдавили мне ребеночка синего. Унесли его, ничего не говорили мне. Через какое-то время пришел детский врач, педиатр. И сказала, что ребенок в тяжелом состоянии, и что, скорее всего, не выживет. Это дело случая. Ну, и так вот и осталась эта проблема один на один. Но потом мы и выяснили, что ребенку поставили диагноз ДЦП. И задержка психомоторного развития. И по сегодняшний день мы лечимся. Обвинили, да, в этом меня, что вот я такая мама несуразная, что у меня куча заболеваний, что, скорее всего, это из-за почек. И что если будут последующие роды, мне надо там бурно лечиться, чтобы мне родить второй раз. И я второй раз родила, и у меня абсолютно здоровые детишки. И у нас вот получился в этом году такой вопрос, что нам просрочили МСЭ, то есть как, перекомиссию. Мы остались без пенсии на целый месяц. Так как выяснилось, что наше МСЭ развалилось, и комиссия не приедет к нам вовремя, в августе месяце. И получилось, что нас вызвали в сентябре, так как у нас МСЭ ушло в отпуск в августе. И мы прошли только вот в сентябре. И вот получается, по вине врачей мы остались без средств к существованию. Ну, в каком плане, что у ребенка остался без лекарств. Так как два месяца мне приходится где-то находить деньги на лекарства ребенку. Ну, большая просьба, чтобы как бы вот это вот не оставалось безнаказанно, не знаю, без контроля. Я Васильева Анастасия. Я хотела бы обратиться с тем, что уважаемые врачи, уважаемые врачи, пожалуйста, относитесь к нам как положено. Не надо нам говорить, что ты приперлась, зачем ты пришла. Потому что получается, что мы себя навязываем. Это не так. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми. Не хотим, чтобы они были больными. И мы не выдумываем им заболевания, не приходим вас докучать с этими заболеваниями. Мы сталкиваемся каждый раз с тем, что на нас кричат. Нас унижают. Мы приходим к вам за помощью. Мы приходим к вам за помощью. Будьте добры, помогите нам, объясняйте нам. Не надо нас встречать. Почему, когда к вам обращаешься по-нормальному, вы не реагируете? Когда начинаешь кричать, визжать, вы начинаете шевелиться. Зачем? Зачем такое отношение? Я вот хочу обратиться. Помогайте нам. Мы в новом, в новом. Зачем? Я рожала в 2008 году, и в роддоме нам занесли эту синегнойную палочку. Через две недели нас отвезли в инфекцию с болями. С болями в животе кричал сильно. Выяснили, синегнойную палочку выявили нам. Но нам ее почему-то не пролечили. Нас выписали. Мне просто сказали, у вас синегнойная палочка. Три месяца у меня ребенок кричал, не ел. Я добивалась в поликлинике, чтобы посмотрели лечение, пролечили ли нас. На что нам сказали, вы что, сомневаетесь в компетенции врача, который вас лечил? В итоге я очень сильно начала кричать. Я кричала на всю поликлинику. Нам предоставили врача-инфекциониста. Когда она посмотрела нашу историю, она сказала, вы не лечили, вас не лечили. У вас мог развиться сепсис крови. Пока этого нет, собирайте все свои вещи и бегом ложитесь в больницу пролечиться. Мы пролечились, но у нас остались последствия. До сих пор у нас с желудком проблемы. По-прежнему у нас рождаются больные дети. Самые страшные диагнозы – это ДЦП. Причем врожденных заболеваний не так много. На самом деле, если брать статистику и подробно разбираться в этом, самая главная причина детского церебрального пролеча – это халатность врачей и неправильное ведение родов. Хотя врачи наши утверждают обратное. Меня всегда возмущает тот факт, что врачи ставят причины нутриутробной инфекции. Да, все мы являемся в той или иной степени носителями различных инфекций. Но если анализировать, допустим, одну семью, где рождено несколько детей, и мама, которая родила ребенка инвалида, впоследствии рожает здоровых детей. Вот как врачи могут объяснить этот факт? Я и многие мамы объясняют это тем, что все-таки были виноваты врачи. Ничего у нас по-прежнему не решается. Несмотря на то, что мы создали совет родителей перед Министерством соцзащиты, несмотря на то, что было несколько голодовок, несмотря на то, что сейчас мы созваниваемся по острым вопросам с Минздравом, по лекарственному обеспечению в частности, решается все точечно. Мы требуем, не просим, а требуем, чтобы навели порядок в нашей медицине, чтобы проблемы решались не точечно, чтобы была выстроена четкая система. Этика врачей, те, которые остались, острая нехватка врачей в врачебных кадрах. Врачи массово увольняются, потому что я считаю, что в этом виноваты прежде всего руководство региона, которое неуважительно относится к врачу. Как врач может оказывать квалифицированную помощь, если он сам унижен, если он устал, если он болен и вынужден выходить на работу. Также у нас в больницах огромная проблема – это обеспечение лекарственными препаратами, шприцами, системами и питанием. У нас в городской больнице, да и в областной, есть пост, в котором лежат дети, оставшиеся без попечения родителей. Это самые несчастные дети, дети больные, инвалиды. Они лежат там без мам. Дети, в прямом смысле слова, голодают. Дети там без должного присмотра, с детьми никто не гуляет, с детьми никто не играет. Эти дети самые несчастные. Я хочу, чтобы правительство, губернатор и Министерство здравоохранения обратило на это внимание. И когда вы приезжаете со своей инспекцией в больнице, пожалуйста, не сообщайте об этом, что вы выезжаете в какую-то больницу. Чтобы, как говорится, увидеть все, как оно есть, а не так, что подготовились, замазали глаза и повели в то отделение, которое отремонтировано. Показали ту тарелку, в которой хорошее питание. Как у нас было с Беженкой из Украины. Мама лежала в отделении для новорожденных, в детской больнице. Приехал губернатор к ней и показали, как хорошо маму кормят. На самом деле в больнице голод. И маме принесли специальное питание. Я уже несколько лет занимаюсь проблемой обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов. В 17 лет в нашем регионе не принималось постановление правительства номер 890. В 2011 году его наконец-то приняли. В 2013 году убрали шестой пункт, который гласил, что федеральные льготники не имеют права финансироваться из регионального бюджета. Несмотря на это, сейчас врачи, многие, не выписывают рецепты, опять ссылаясь на местное постановление 290, на федеральный список номер 665. Снова нам говорят, что если вы федеральные льготники, то вам не положено дополнительное лекарственное обеспечение из регионального бюджета. Я в апреле месяце 2014 года приезжала в Минздрав, встречалась с Харичкиным и Сашкариным. И весь этот вопрос мы подробно обговаривали. Но ничего не сдвинулось с мертвой точки. По-прежнему, если кто-то знает меня лично или председателя нашего совета Светланы Селенок обращается к ней, мы начинаем звонить, поднимать всех на уши, тогда эта мама обеспечивается препаратами. Если кто не знает меня, и Светлана Селенок остается один на один с проблемой. Так не должно быть. Мы хотим знать конкретные сроки, когда вы наведете порядок с лекарственным обеспечением, когда будет принят адекватный бюджет региона, который бы обеспечивал больницы, поликлиники так, как положено. Чтобы мы, живя в 21 веке, не ощущали себя, как будто мы скатились в доисторические времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова